здравствуйте дорогие наши любимые подписчики и друзья всем привет давно не виделись наконец-то вот мы решили снять видео сегодня я готовила растягаем вот с такой с рыбкой с картошкой вот такие вот они сочные нежные получились и еще делали тесто у нас дрожжевое вот такие вот я не знаю тоже с рыбой но тоже можно сказать что это растягая только они идут с рисом из консервы на разные вкусы посмотрите какие они прям горячие вообще держать не могу сочные такие прям вкусненькие получились тесто супер быстро готовится легко и просто настигачки получились обалденный морской язык сюда вообще шикарно подходит смотрите какие сочные так что пробуйте а рецепт я вам сейчас расскажу и покажу итак начнем для начала берем 50 миллилитров воды сюда кладем одну чайную ложечку сахара одну чайную ложечку муки и высыпаем сюда пакетик дрожжей дрожжей 11 грамм пакетики все проверяем дрожжей все и оставляем пока они у нас не поднимаются далее берем 400 миллилитров тепленькой такой вольтвы вливаем сюда дрожжи которые у нас благополучно поднялись две чайных ложечки соли две столовых ложки сахара все перемешиваем так добавляем муку 600 грамм она мне уже просеянная так немножечко смешали дальше остатки там плюс-минус 50 грамм посмотрите сами смешиваем 2 столовых ложки подсолнечного масла она без запаха тесто вот такой тупого чуть-чуть еще муки добавляю но сильно не забивайте мукой при поле и немножечко столом мукой и перекладываем сюда тесто подмешиваем вот такое тесто упругой сейчас мы перекладываем в мисочку и оставляем его подниматься примерно она будет подходить час-двадцать и накрываем тесто пленочкой чтобы оно не подсохло все припыляем маленечко мукой стол и перекладываем сюда тесто чтобы раскатывать и формировать наши растягайчики вот так вот оно у нас хорошенькое получилось так теперь показываем начинку я отварила рис подсоленной воде кругленький взяла банку сайры у нас будет три вида начинки так сайры размяли вилочкой все это показывать не буду уже только так смешиваю и обжарила на сливочном масле лук прям до золотистого вот такое зажаристого все все подсолила уже рис я все смешиваем это у нас будет начинка номер один вот такая вот она у нас красиво получается вторая начинка у нас будет просто рыба и лук рыба у меня филе это морской язык его будем вот такими небольшими полосками здесь ничего сложного просто нарезаем рыбку мы нарезали далее берем лучок и нарезаем его как можно мельче чтобы он дал сок сюда же его добавляем к рыбе далее все это дело перчим на там по вкусу естественно как вы любите но желательно так прям хорошо рыба перец любит и солим тоже самое по вкусу и нужно будет вот этот лук немножко только пожамкать чтоб он сок дал и рыба вот маленько замариновалась вот такая прям стала сочная видите какой получается вот такой у нас фарш это будет у нас уже вторая начинка для наших вкуснейших растягаев и наконец третья начинка также берем наше филе рыбку и к этой рыбке мы еще добавляем картофель мелко нарезанный картофель отправляем к рыбке и сюда же отправляем мелко порезанный лучок далее мы сюда также добавляем перчик также по вкусу ну естественно соль все по вкусу вот так вот примерно я вот ищу пыточки такие делаю тоже все нужно вот так вот перемешать лук даст сок соль просолится вот тогда у нас получилась начинка все теперь берем наше тесто вот оно у нас уже полежало еще немножечко и отрезаем такие вот кусочки делаем колбаску где-то примерно вот так вот на три части и вот такие порции и можно его теперь будет раскатать вот так вот раскатали вот такой овал сделали и кладем вот начинку вот это вот просто рыба с луком так вот примерно две ложечки и такой вот кусочек сливочного масла и все и начинаем закрывать концы следующая начинка это картофель у нас с рыбкой все тоже самое так вот примерно две ложечки и кусочек масла также кладем и все и соединяем концы нашего теста и третья начинка это рис и консервам сюда мы масла класть не будем просто вот две полных ложечки и также соединяем тесто мы их смазываем подсолнечным маслом и ставим духовку при 180 градусов на 40 минут наши растягай готовы посмотрите какие они аппетитные получились румяные очень мягкие и очень вкусные очень сочные получились так что пробуйте пишите комментарии всем пока пока